приветствую всех у себя на канале в этом видеоролике речь пойдет о бороде которая возникает на безинерционных катушках либо под руках их по-другому называем мясорубка у меня на канале есть видео ролики про как распутать морозу как возникает борода про инерционную катушку либо нет как хотите называйте ссылочки оставлю в описании под этим роликом кому будет интересно как говорится и полезно посмотрите это те ролики про инерционную катушку я пользуюсь и всеми как говорится катушками как без инерционными так и инерционными разного рода на спиннингах без инерционных катушек примеру без инерционных катушек удобно то есть унесу своего рода некоторое только только носорог носорубки другие кто-то очистить одни меня инерционную я ловлю коми другим давайте вернемся к этому в нашей мясорубке то есть когда возникает борода возникает кусок лески а сможет который весьма проблема по отношению к инерционной катушке почему потому что когда мы распутываем бороду на инерционной катушке мы можем свободную леску бросить вверх по узке а остальные свободную леску просто просто к примеру подмотать на сам барбан катушки то есть нам не нужен пологий берег где мы будем там отходить проходить по всему берегу втягивая всю эту леску или шнур когда мы используем инерционную катушку на носорубке сделать этого будет весьма проблемно потому что леску может бросить только вверх вверх по уличке свободную леску свободную свободную леску которая возникает уже здесь мы намотать не сможем начать провернем всю эту бороду так что потом вообще ничего не распутали спинга если вы используете например сечение шнура 014-16 примеру кто-то используя 012 что такое такого диамета распутать очень трудно да еще как говорится походных условиях поэтому лучше сделать так чтобы борода не возникала на мясорубках не распутывать бы часть я расскажу по каким-то основным причинам это происходит и как исправить я так же ловил в союзе и на дельфину вот тоже старая советская мясорубка тепловейший классный уничтожаем первое это причина не основная это количество лески на мотанах мушку лучше предел вот этот предел не переходить то есть наматывать лески столько сколько на каждой коробочке написано какого сколько или и какого сечения фрура можно мотать на ту или иную шкуру это катушка для вылочки не для спинга на какая разница в принципе сарубка есть мясорубка вот для спинга у нас стоит и когда лески у нас кому-то наш пуль больше чем нужно это это не есть год потому что на коробках написано красным красная красный метраж то есть написано 100 метров на мотайте лучше 90 то есть но так чтобы резко не выступала за резко не выступала за пределы пули это первое и это самое главное если например у вас сечение шнура допустим 014 да и она не выступает вы намотали 016 там 014 допустим 100 метров самотального пулю он не выступает она 16 намотали он слегка выступил те же 100 метров берите 10 метров но так что давно не выступала за предель за пределы мой спуле а теперь а теперь та причина по которой чаще всего происходит борода это было не основная это был первый шаг к этой самой бороде который возникает на носорубках а самый основной и как это блесна когда мы будем вот как две блесны первая и вторая одна легче другой намного когда мы на спиннинг и допустим вот такой блин блесной то каждый из нас мотая ручку катушки сама катушка начинает укладывать лёжку но так как сейчас я покажу на уличку но так как блесна намного легче поэтому вот эти самые кольца которые вот здесь находится они указываются как бы сказать очень плотно так и когда мы открываем коромыслом и переставляем вот на такую блесну которого уже потяжелее первой поставлю которая будет потяжелее первым вот это у нас может произойти такой момент как вот кольца на самой шпуле вверх верхних верхние кольца на самой шпуле они нужно мне плотно и зацепившись одно кольцо за другое такая блесна эти кольца сдергивая результате на шпуле образовываться борода потому что до этого стояла вот такая блесенка на а они разного разного веса на выловите на блесну это может происходить как с колебалками с колебалками так и спиртушками без разницы но когда вы увидите например на блесну одного и того же веса приблизительно 1 от того же весом без большого перепада как вот моим словам в этом случае то такого в принципе никак не происходит у вас на мясорубку но как только но как только начинается переход перепад вот эти самую весу может образоваться борода то есть одно кольцо зацепилось звездо со всей шпули все кольца верхние и моток так вот чтоб такого не происходило если вы знаете что теперь можно пусть половину такой брось он пример да и хотите переставить вот на такую когда было бы уже выматываете последний раз вот это блесну чтобы переставить на поставки удилища поставки удилища вертикально да вот так так разнотально будет у него так вылазок а вот так для чего это нужно когда вы ставите удилища вот так таком положении обнимать работа по моему эту бусинку между кончиком удилища вот между кончиком этого удилища и вот здесь образуется вот такая вот резко будет находиться вот под таким углом то есть здесь будет такого рода сопряжение что ли то есть лески а кольцо удили а кольцо удилища вершину к тюпану в результате этого в результате катушка красорубка будет наматывать с небольшими укладывать и наматывать что либо леску с небольшим усилием укладывая их более плотно чтобы что впоследствии когда вы переставляете на более тяжелую блесну этого не произойдет сбросали и сброса лески и там где допустим там 10 и 12 колец одновременно не произойдет и борода не возникнет это касается спиннингового ловли когда мы действительно переставляем блесны с более легким на более тяжелую фидерную например ловли там когда используют пасорубки там принципе такого нет нет пройти фактически не может потому что на той кормушки ну а да например весом весом 80 грамм другая там 100 грамм блин там 20 грамм погодит принципе они делают эти самые и кольца на самой шпуле в принципе вложатся довольно в принципе это плотно и это чаще всего никогда не происходит а вот спиннингового ловли да это конечно произведение сколько весит это блюзинка и сколько весь это блюзинка повесить не когда принципе не парился на сколько там чего весь в граммах миллиграммах но это именно это происходит именно эта борода происходит когда мы переставляем с легкой близнец на более тяжелый объяснял что легкая без на это за мою бумагу на шпуру катушка укладывать кольца не совсем плотно и когда представляем на большую и более тяжелую эти кольца просто тупо слетает для того чтобы этого конечно не было этой самой чертовой бороды потому что любая борода будьте на инерционной катушке бутерна без на рту на катушке она всегда портит рыбалку было первых потеряете кучу времени и могу сказать точно что при течении ура например 0 12 0 14 шансы без полного берега распутать бороду бороду весьма проблемно но чаще всего 90 мне кажется 90 процентов для 90 процентов случаев и эту бороду просто срежете потому что у вас не хватит терпения эту бороду распутать ну или другой вариант свой просто не смотрели этот ролик про то как распутать бороду на актеры катушки принцип действия как раз после бородина инерционной катушки на битвы на кольцке просто как раз пытать бороду принцип действия одинаковый там и распутать можно бороду независимо будь то шнур будь то лес независимая от его сечения и выполнить ряд условий которые есть видеоролики и все и любую бороду вы сможете